Зеленый, белый, розовый, пористый и фигурный. Что стало с шоколадом? В СССР плитка выглядела гораздо скромнее, но сладкоежки со стажем уверяют, раньше было вкуснее. А знаете почему? Производители не экономили на какао-масле, а сейчас его добавляют меньше, а иногда и вовсе заменяют. Потому-то мы и не отпускаем наше сладкое прошлое. Сегодня в меню. Солянка домашняя, а зуба татарски – песочная корзиночка, горячий шоколад. Пожалуй, в каждом городе страны Советов было свое легендарное заведение общепита. В Ростове, например, кафе «Дружба», где подавали самую вкусную в городе солянку. Она настолько пришлась по вкусу посетителям, что стала визитной карточкой заведения. Впрочем, солянку варили по всему Советскому Союзу – сборную мясную, рыбную, грибную. В СССР, конечно, чаще всего готовили солянку домашнюю, потому что готовили с добавлением картофеля, готовили из трех видов мясопродуктов обязательно один вид – это говядина, обязательно один вид копчености. Можно было даже использовать колбасу копченую или полукопченую, что немножечко попроще. Для бульона возьмите крупную говяжью кость, литр воды, половину средней моркови и луковицу. Основные ингредиенты для солянки – говядина, крупный клубень картофеля, половина большой луковицы, столовая ложка томатного пюре, стакан огуречного рассола, немного сливочного масла, сосиска и карбонат, а также крупный соленый огурец, обязательно лимон, маслины, соль и перец. Сначала сварим бульон. Используют обязательно только трубчатые косточки. Не используют реберные косточки и не используют кости шейных позвонков. Почему? Мутный бульон и бульон не получится прозрачным. Очень важно залить холодной водой. Пока вода закипает, подрумяним дольки моркови и лука на сухой сковороде. Добавляем их в кастрюлю и варим бульон 2 часа, регулярно снимая пенку. Когда бульон готов, кладем в него говядину и варим 30 минут на слабом огне. За это время нашинкуем лук, затем пассируем на сливочном масле и одновременно нарезаем огурец. В сковороду к поджаренному луку добавляем томатную пасту. При приготовлении солянки домашней можно было использовать и свежие помидоры, но раньше их использовали только в августе, в сентябре месяце, когда было массовое поступление овощей. Хоронить их негде было, условий не было. И поэтому, конечно, круглый год работали на томат-пасте. Лук с томатной пастой прогреваем на плите еще 10 минут, а нарезанный огурец отправляется тушиться в отдельную емкость. Лучше всего припускать в огуречном рассоле. Доводим до кипения. Готовый бульон процеживаем и возвращаем на плиту. Ждем, пока закипит. Нарезаем картофель, кладем в основу супа и варим 10 минут. А пока нарезаем копчености. Карбонат вообще можно колбасу копченую или полукопченую. Добавляем в бульон с картофелем пассированный лук и огурец, ломтики, сосиски и карбоната и варим еще 10 минут. Огуречным рассолом доводим до вкуса. Чуть-чуть соли добавим, перчика. Огуречный рассол добавляется в кипяченом процеженном виде. По сборнику 1955 года вообще все солянки отпускают с лимоном, с маслинами или оливками, со сметаной, за исключением равных солянок. Очень важно! Солянка должна настояться полчаса. И перед подачей добавляем маслины и лимон. Рецепт солянки домашний. Поместите говяжью кость в холодную воду. Добавьте подпеченные лук и морковь. Варите 2 часа. Отварите говядину в готовом бульоне в течение 30 минут. Нашинкуйте лук. Обжарьте до полупрозрачности. Добавьте томатную пасту и тушите 10 минут. Налейте в кастрюлю полстакана рассола и доведите его до кипения. Добавьте нарезанный огурец и припускайте 7 минут. Нарежьте картофель, положите в бульон и варите 10 минут. Поместите в суп пассерованный лук, огурец, нарезанные говядину и копчености. Варите 10 минут. Добавьте соль, перец и стакан рассола. Настаивайте 30 минут. Готовую солянку подавайте с маслинами, долькой лимона и сметаной. В 60-е в СССР полюбили татарскую кухню. Заслуга казанского повара Юнуса Ахмедзянова, которого, говорят причастные к государственной кухне, ценил даже сам Никита Хрущев. Кулинар популяризировал национальные блюда и издавал книги, где непременно был рецепт азу. Азу по-татарски было очень распространенным блюдом. Оно имело очень пикантный выраженный вкус, было очень калорийно, но отпускалось это блюдо в различных предприятиях по-разному. К примеру, в столовой рабочей это блюдо тушили вместе с картофелем и отпускали. В ресторане либо в кафе гарнир подавали отдельно. На две порции азу понадобится 240 граммов говядины, два средних клубня картофеля, немного растительного масла, стакан бульона из говядины, столовая ложка муки, лук и чеснок, столовая ложка томатного пюре, соль и перец. Также нужны два небольших соленых огурца и петрушка. Сначала подготовим мясо. Очень важно мясо для азу нарезать поперек волокон. Помещаем говядину в пакет и отбиваем. Теперь режем небольшими брусками, кладем в сковороду, солим, перчим и жарим до румяной корочки. И будем пассеровать томатное пюре. Перед пассерыванием необходимо развести, придать консистенцию, чтобы она не сворачивалась в виде комочков. Прогреваем на плите томатное пюре 3 минуты и соединяем с мясом. Добавляем бульон и перекладываем в другую емкость. Тушим 30 минут. Теперь подрумяниваем на сухой сковороде муку. На другой будем жарить нашелкованный лук. Когда мука немного охладится, разбавляем ее бульоном. Видите, муку запассеровали хорошо. Разводим и комочки не образовываются. То есть процеживать даже не придется. Провариваем до загущения. Теперь режем огурцы. Помещаем их к мясу вместе с луком и соусом. Перемешиваем и тушим 15-20 минут. А пока пожарим картофель, режем и промываем. Мы смываем на поверхности картофеля крахмал. И при дальнейшей тепловой обработке, когда будем жарить, не будет слепаться. Еще надо будет обсушить. Картофель обжариваем 10 минут до золотистой корочки. Выкладываем на блюдо и сверху мясо. Рецепт о зубе татарски. Порежьте говядину на ломтики поперек волокон. Отбейте и разделите на бруски. Посолите, поперчите мясо и обжарьте до румяной корочки. Пассерованное томатное пюре соедините с мясом. Добавьте стакан бульона и тушите 15 минут. Нашинкуйте лук и обжарьте. Муку высыпьте на сухую сковороду и пассеруйте до светло-коричневого цвета. Охладите и добавьте стакан бульона. Варите, пока соус не загустеет. Добавьте к мясу пассерованный лук, нарезанные огурцы и соус. Тушите 15 минут. Нарежьте картофель, промойте и обсушите. Обжарьте до золотистой корочки. Выложите на блюдо картофель, говядину и украсьте зеленью. Всего 22 копейки. А какой вкус? Рассыпчатая песочная корзиночка продавалась в любом советском кафе. В сборниках рецептов для этого десерта выделялся целый раздел, поскольку начинки можно приготовить на любой вкус. Готовили песочные корзиночки с различными наполнителями. Это с белковым кремом, с масляным кремом, со сгущенным молоком. Готовили его, варили на производстве. До вот такого состояния. Для приготовления корзиночки вам понадобятся мука, яйцо, немного маргарина, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, пол пачки сливочного масла и разрыхлитель. Также возьмите банку вареного сгущенного молока, арахис и фруктовую эссенцию. Сначала подготовим орехи. Раньше на производство поступали орехи арахис, грецкий орех был, фундук, миндаль. В принципе, было все. Но этот орех более доступный по цене. Поэтому зачастую использовали его. Жарим орехи 7 минут, затем вот таким образом убираем шелуху. Накрываем пищевой пленкой и измельчаем скалкой. Займемся тестом. Смешиваем размягченное масло и сахар. Растираем, пока он не растворится. Затем добавляем взбитое до пышной пены яйцо, смешанное с солью и фруктовой эссенцией. Равномерно будет распределение. Хотя эта капелька, если мы даже добавим перед замесом с мукой, я думаю, что на качество не повлияет. Самое главное, вот меланж добавить несколько приемов. Масса должна быть однородной и очень пышной. Вот по цвету оно у нас уже получилось более-менее правильно белое. В два приема добавляем муку и месим тесто. Не забываем подготовить формы, смазать их маргарином. Смазывают именно размягченным, а не растопленным. Ну, будут лучше выниматься, но очень тщательно надо промазать. Выпекаем основы 12 минут. Температура 240 градусов. Можно убавить, если у вас мощная духовка. Теперь помещаем вареное сгущенное молоко в кондитерский мешок и наполняем корзиночки. Украшаем орешками. Рецепт песочной корзиночки. Соедините размягченное масло с сахаром. Взбивайте, пока он не растворится. Добавьте взбитое яйцо, соединенное с солью и фруктовой эссенцией и взбивайте, пока масса не побелеет. Всыпьте муку в два приема и замесите тесто. Выложите в формы. Выпекайте 12 минут при 240 градусах. Обжарьте орехи, очистите и измельчите. Вареное сгущенное молоко выложите в готовые основы с помощью кондитерского мешка. Украсьте корзиночки измельченными орехами. Советский шоколад. Помните, а если еще растопить, да с тем самым натуральным молоком? Готовили этот напиток, шоколад, но не так часто, потому что он был по сравнению с остальными напитками и дорогой, конечно. Поэтому готовили в кафе, в ресторанах. Но пользовался популярностью, потому что, наверное, шоколад содержит гормон счастья. На два бокала возьмите плитку темного шоколада, два стакана молока и три столовые ложки сахара. Выливаем молоко в кастрюлю и доводим до кипения. Следите, чтобы не убежало. А пока измельчим шоколад. Кстати, лучше брать горький или темный, с высоким содержанием какао-масла. Добавим в него сахар и немного молока. Когда мы разотрем до однородной консистенции, потом добавим оставшееся молоко. Ставим емкость с шоколадом на плиту, еще немного помешаем и добавим молоко. Доводим до кипения и готово! Рецепт горячего шоколада. Скипятите молоко, соедините измельченный шоколад с сахаром, добавьте немного кипяченого молока и растирайте до образования однородной массы. Вылейте молоко в шоколадную массу и доведите до кипения. Соляночка. Хит советских столовых и ресторанной кухни. Она стоила в два раза дороже других супов. В 80-е в Метрополе, например, за солянку отдавали 1 рубль 93 копейки. Да и 30 лет спустя хорошая солянка дорогого стоит. А все потому, что раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова